Время 6 утра, а как видите, уже начались пробки, то есть с утра уже такое активное движение. Почему выехали так рано? Мы поехали в Краснодар, и так как уходит примерно по времени около 3 часов ехать, стараемся пораньше выезжать, чтобы быстрее добраться, ну и утром все-таки не так жарко ехать. Ну, в итоге до Краснодара мы доехали за 2,5 часа, и потом 1,5 часа доезжали до места, куда нам надо было доехать. А это я вам снимаю специально, чтобы вы посмотрели, какое огромное количество больших грузов перед въездом в Новороссийск. Это вот такой отстойник для грузовых машин, их прям сотни, сотни тысяч. Ну, в общем, ну и вдоль дороги еще так же много стоят. Ну вот Краснодарский Первомайский районный суд. находится в таком красивом скверчике, вокруг кафешки, зелень, сосны. В общем, неплохо в центре города. Сейчас пойдем туда. Всем большой привет! Я ездила 25 июля в Краснодар, потому что мне пришла повестка. Надо было прийти в суд на первое слушание дела по поводу того, что мне отказали в пенсии. Я собрала весь пакет документов и отправила одну копию в суд, другую копию в пенсионный фонд. Но, к сожалению, эта поездка была неудачной, то есть не могли тоже заранее предупредить. В общем, пенсионный фонд Краснодара отправил ходатайство в суд, что раз я живу в Новороссийске, то пусть пенсионный фонд Новороссийска ходит на суды, и чтобы суд сам был в Новороссийске. Ну, с одной стороны, конечно, правильно, чтобы мне не мотаться в Краснодар, потому что чаще, ну, придется, наверное, все-таки раза три ездить. Но, с другой стороны, потом же будет ходить на суд мой юрист, и ей, конечно, не очень удобно ездить в Новороссийск. Ну, в общем, как решили, так решили. В общем, я, получается, пришла, мне сказали, все, ждите теперь новой повестки, и теперь придете в суд Новороссийска. Так что эта эпопея будет еще долго длиться. Ну, а мы решили всей семьей съездить на наш любимый пляж Абрау-Бич. Вечером собрались, вот мы проезжаем озеро Абрау. Пляж чем нравится, то, что он все-таки немножко удаленный, рядом нету никаких жилых строений, и очень чистое там всегда море. Ай, какая красота! Вы сразу переодеваетесь? Да. Ой, как красиво! Прям мой любимый пляж. Горы, море. Вообще, картинка завораживающая. Класс. Вот здесь люди с дикарями. Ну, как дикарями. Дикарями это вот. Здесь палатка стоит. Там синенькая палатка стоит. Это вот с дикарями. Считайте, рядом с морем. А здесь домик сняли. И тут классно. Наверное, все удобства есть. Я думаю, что цвет кондиционер, наверное, есть. И вот уже морюшко рядом. Вниз спускаешься и купаешься. И вот сегодня волны на море. Солнышко пока еще высоко. Красивая дорожка. Моречка. Ну, все, хорошо покупались. И уже едем обратно. У меня такие как отрывки идут. То поездка в Краснодар, то на море. Ну, если какие-то вопросы связаны с пенсиями, я отдельно сделаю видео. И более подробнее расскажу. Каждый год уже в течение, наверное, четырех лет у нас в августе появляются клопы. Такие мраморные. Ну, и так как урожай надо собирать, получается, что сильно травить-то ты не будешь урожай. Так, какими-то биопрепаратами побрызгаешь. А они все равно и помидоры высасывают, и там на ежевике они везде. Даже на огурцах пытаются. Вот, поэтому я им выделила определенные помидоры, которые они могут есть. Я их не выкидываю, я их держу до октября месяца. И вот они, помидоры, которые там на улице в одном месте высасывают. А здесь вообще ни одного клопа нет. Все прекрасно спеет, все хорошо. Сейчас покажу, какие они выбрали помидоры себе по вкусу. Ну, вот смотрите, уличные помидоры, листики, все нормально. А сами помидорки там везде, со всех сторон клопы. И вот они высасывают помидоры, и помидоры вот такими становятся. Ну, и что делать? Раз они любят уже вот эти помидоры, я их не срываю, не выкидываю. А пусть они питаются лучше ими. А все помидоры, которые у меня в теплице и на улице в другом месте, они без клопов здоровые все стоят. А это получается вот здесь ряд помидорчиков, которых я выращиваю чисто для клопов, чтоб они другой мой урожай не ели. Вот спеют в другом месте уличные помидоры, и здесь вообще ни одного клопа нет. То есть там, там, там вот уличные, все нормально. И все они вот в одном месте, вот там пять кустов. Эти пять кустов они облепили, ну и пусть они там находятся. Вот они тут дружно вот так высасывают помидоры. Так что вот такая хитрость я сделала, зато остальные помидоры без проблем стоят. Ну, дождей у нас так и нету. Стоит жара, ну хотя бы 35 градусов. Это не такая изнуряющая. Вот. И, в общем-то, дни все такие повседневные. Поэтому я редко снимаю, стараюсь какие-то интересные моменты показывать. До сегодня все. Спасибо, что смотрите. И до встречи на канале. Всем тепла, а нам дождя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»